Привет! Всем, кому интересен инструмент, предлагаю вашему вниманию огромную подборку из 45 разных крутых и инновационных инструмента, которые заинтересуют любого мужчину. Приятного просмотра! Удобный складной нож с пятью лезвиями. Отличный рабочий нож со складывающейся конструкцией, что очень удобно. Все пять лезвий лежат в теле ручки. Лезвия прочные, изготовленные из высококачественной стали СК-5. Заточены просто идеально. Ручка выполнена из прочного пластика эрогеномичной формы и отлично сидит в руке. У меня есть такой нож. Заказывал больше полугода назад. Он реально удобный и классный. Набор гаечных ключей 3,8 дюйма с приводом краффуд. От 3,8 до 7,8 дюйма. Довольно интересный и необычный набор. Подойдет для откручивания и закручивания гаек в очень неудобных местах, где длинным рожковым ключом не подлезть. Крепится к обычной трещотке и крутится благодаря ей. Пригодится такой набор, наверное, при ремонтах авто или другой техники. Вы же встречали такие ключи где-то? Или может вам даже приходилось работать ими? Пылезащитный кожух на УШМ есть как вертикальный, так и горизонтальный. Предназначен для установки на болгарку, для дальнейшей безопасной работы без пыли и грязи, при распиловке дерева, шлифовке металла болгаркой, а также при работах с бетоном или кирпичом. Благодаря наличию патрубка с поворотом на 360 градусов. Работа насадки штрабореза возможна в паре с пылесосом для более тщательной уборки пыли и частиц. Также стоит отметить возможность работы с различными типами дисков. Благодаря кожуху процесс резкий станет комфортным и безопасным. Электрический насос для перекачки технических жидкостей. Предназначен для перекачки и откачки неагрессивных и невязких жидкостей из различных типов емкостей. Идеально подходит для перекачки дизельного топлива из баков грузовых автомобилей, тракторов, яхт и других транспортных средств. Для нормальной работы изделия необходимо, чтобы корпус насоса был постоянно погружен в жидкость. Запрещается использовать насос в сухую. При перекачке больших объемов топлива не рекомендуется использовать данный насос непрерывно более 30 минут. Каждые полчаса необходимо делать перерывы в работе продолжительностью не менее 10 минут во избежание перегрева устройства и выхода его из строя. Мощность 150 ватт. Производительность при 12 вольтах 25 литров в минуту, при 24 вольтах 50 литров в минуту. Плавный пуск для электроинструмента с током до 20 ампер. Если инструмент не оснащен регулятором оборотов, значит он ему не нужен. Угловая шлифмашина, к примеру, всегда используется при полных оборотах, иначе она становится опасной. Для чего такому электроинструменту плавный пуск? Причин немало. Ведь резкий старт двигателя, той же шлифмашины или электроинструмента, вызывает выгорание щеток и ламелей ротора, токовый удар в электросети, попытку инструмента вырваться из рук, что небезопасно, сильный пусковой удар шестеренок редуктора друг от друга, вызывающий их быстрый износ. При плавном же пуске ни токового, ни механического удара не произойдет. Двигатель электроинструмента запустится и выйдет на максимальные обороты. Универсальный спрей-герметик обладает высокой акдезией и предназначен для герметизации протекания. Он разработан специально для устранения мелких трещин и царапин внутри и снаружи помещения. У него уверенная акдезия к различным материалам, например камень, металл, пластик, дерево, краска и так далее. Герметик подлежит окраске, устойчивый к воде, атмосферному влиянию и ультрафиолетовому излучению. Он сохраняет высокую эластичность при сильном перепаде температур, защищает металл от коррозии, не содержит битумных и силиконовых составляющих. Ударный гайковерт небольших размеров относится к классу профессионального инструмента. Прямое его назначение это закручивание и откручивание гаек. Благодаря удобно расположенной ручке, в которой оснащен гайковерт, ваша работа становится легкой и комфортной. Корпус оснащен ударопрочной конструкцией, обеспечивающей надежность инструмента. У данного гайковерта есть реверс, ударный режим, а также высокий крутящий момент, что несомненно является отличительной особенностью этого изделия. Обладает мощным бесщеточным двигателем и способностью закручивать с крутящим моментом в 520 ньютон метров. У меня такой гайковерт сейчас на тесте и он точно стоит внимания. Аккумуляторы подходят от Макиты, кстати. 3D-нивелир Клубиона AE12S. Пожалуй, один из самых дешевых и достойных 3D-нивелиров на рынке. Идеально подходит для выравнивания полов, укладки плитки как на пол, так и на стену. Покроет все требования профессионалов, кто работает на небольших объектах до 35 квадратов. Он имеет 12 лазерных линий и укомплектован аккумулятором на 4000 мАч. Основное преимущество этой модели – расстояние от пола до лазерного луча, составляет менее полутора сантиметров. Это упрощает заливку наливных полов, установки маяков по полу при выравнивании пола и многого другого. Диапазон работы компрессора 3 градуса. При превышении допустимого угла отклонения нивелир подает сигнал. Имеет информативную панель управления и пульт для удаленного управления им. Был у меня на обзоре этот нивелир недавно, качество подтверждаю. Коралловые диски для снятия ржавчины и краски. Предназначен для зачистки металла от ржавчины, краски и других загрязнений, а также для зачистки различных сталей, древесины, чугуна, искусственного камня, керамической плитки, гранита и т.д. Благодаря своей пористой структуре зачистой круг не засаливается и не нагревается. Рабочие обороты болгарки при использовании этих зачистных кругов рекомендованы от 3 до 4000 оборотов в минуту. Диск просто класс, давно использую его в мастерской и многим советую. Он снимает налет или краску, при этом не затрягивая слой металла, а также вычищает ржавчину при глубокой коррозии. У нас они тоже есть, но если брать несколько штук на алике, то будет дешевле. Индикатор уровня пропанового бутанового топлива. Позволит достаточно быстро измерить уровень газа в баллоне. Тем, кто сталкивается с газом в баллонах, часто приходится наугад определять остаточное количество газа в баллоне, поэтому часто заряжают газом баллон с еще большим остатком газа внутри. Индикатор имеет специальную термопленку, меняющую свой цвет под воздействием температуры, что и дает возможность более точно определять остаточное количество газа. Немаловажным плюсом данного индикатора является его магнитное основание, позволяющее быстро и без лишних усилий изменить местоположение индикатора на железном баллоне. Крутой набор инструментов и приспособлений. Пожалуй, этот набор будет самым актуальным для домашнего мастера или в любой другой мастерской, в том числе и в автосервисе. Как уже понятно из индекса в названии набора, тут присутствует сразу 168 ручных инструментов и приспособлений к ним. Молоток, десяток отверток, головок, рулетка и несколько комплектов бит. Это далеко не полный список комплектации. Как и положено, все аккуратно скомпоновано внутри прочного кейса из гибкого пластика. Металл прочный, а низкое содержание серы в нем дает гарантию долговечности и качеству данного набора инструментов. Специальный угольник лазерного типа. Отличный прибор, который поможет положить быстро и качественно плитку на полу или стене. Прибор предназначен для проведения разметочных и контрольных работ в процессе укладки керамической плитки. При помощи прибора очень просто делать ровные ряды и создавать любой геометрический узор. Имеет два лазерных луча под прямым углом с оптимальной видимостью, что обеспечивает быстрое и точное выравнивание при укладке керамической плитки. Дополнительно прибор оснащен двумя пузырьковыми уровнями. Также позволяет ровно повесить на стену украшения или картины. Лазерный нивелир имеет прорезиненные ручки для максимального удобного использования. Электрическая отвертка. Аккумуляторные отвертки это чрезвычайно компактный инструмент для работы с крепежом. Удобен при сборке мебели, установке различной техники, например кондиционеров, мелком ремонте. У нее складная рукоятка, так что можно держать как и пистолетным способом и как отвертку. В комплекте идет гибкий вал, зарядка и 10 насадок. Емкость аккумулятора 1300 мАч. Скорость вращения 210 оборотов в минуту. Вес 650 грамм, что увеличивает продолжительность работы, делая ее менее утомительной. Также имеется подсветка рабочей зоны. Такая электроотвертка очень удобная вещь. Насадка-заклепочник. Это универсальный адаптер, который позволяет использовать любой сверлильный инструмент для установки вытяжных заклепок. Насадка работает со всеми типами сверлильного инструмента. Дрель, шуруповерт или перфоратор. При наличии быстрозажимного патрона и функции реверса. Устанавливать заклепки при помощи заклепочника также просто и удобно, как и при помощи дорогого профессионального инструмента, но гораздо проще и быстрее, чем при помощи ручного заклепочника. Насадка-заклепочник в разы увеличивает скорость работы и повышает производительность. На установку одной заклепки уходит всего лишь полторы секунды. При этом оператору не нужно прикладывать никаких физических усилий. Точильный станок. Надежный и высокопроизводительный станок для заточки ножей, ножниц, стамесок, лезвий, рубанков и стали HSS. Хорошую заточку устройства гарантирует зернистость шлифовального круга 180. Инструмент оборудован магнитом для правильного размещения стамески при заточке. На точильный станок установлен 96-ваттный двигатель, который позволяет затачивать сверла диаметром от 3 до 13 миллиметров. Сверлильный срок эксплуатации и надежность точильного станка обеспечивает алюминиевый корпус мотора. Шлифовальный круг вращается в холостом ходе со скоростью 1350 оборотов в минуту. Диаметр затачиваемых сверел от 2 до 10 миллиметров. Такой станок это незаменимая и полезная вещь для любого хозяина. Динамометрический ключ снабжен трещоткой, а также переключателем направления движения. Применяется во многих отраслях, где необходима точная затяжка резьбового соединения, устанавливаемая ГОСТом. Размер подсоединения 1,4. На ключе находятся две шкалы прилагаемых вами усилий и в дополнение специальный болтик для закрепления выбранных вами усилий. Ключ полностью соответствует всем европейским стандартам. Комплектуется пластиковым кейсом для удобного хранения. Набор для установки кнопок на одежду или обувь. Этот набор инструментов из 11 предметов предназначен для установки металлических кнопок и заклепок разного типа на одежду, обувь, сумки, кошельки и различные DIY поделки. Инструменты сделаны из стали, пробойники закаленные, остальной инструмент с николевым покрытием. Для установки изделия необходимо вверх изделия положить на матрицу, выбрать пуассон, необходимый для установки конкретной части кнопки, в заднюю часть изделия установить пуассон, вставить в отверстие передней части изделия и расхлепать, ударив молотком по пуассону. Комплект применяется в обувных мастерских и ателье по ремонту одежды для ручной установки кнопок. Профессиональный краскопульт системы Транстех может надежно и стабильно работать при давлении в 1,5-2 бара на выходе в краскораспылитель. Кроме этого, пистолеты системы Транстех нечувствительны к перепадам давления в системе подачи воздуха. Новое строение воздушного клапана для плавного хода спускового курка и лучшего контроля формирования факела. Корпус краскораспылителя защищен анодированием и подходит для водных материалов. Выбор из двух усовершенствованных воздушных голов для нанесения любых красок. Три сопла различных проходных сечений для нанесения материалов различной вязкости. Новый более эргономичный корпус краскораспылителя оптимально подогнан к руке для обеспечения комфорта и легкости управления. Мини труборез. Если вы занимаетесь ремонтными работами, монтажом трубопроводов, установкой кондиционеров, то инструмент для резки медных труб станет для вас хорошим помощником и ускорит выполнение работ. Мини труборез надежен, удобен в работе и долговечен. Труборез для резки медных труб диаметром от 3 до 22 мм. Конструкция трубореза позволяет осуществлять точную резку под углом в 90 градусов. Корпус имеет хромированное покрытие, что продлевает срок службы. Особенностями трубореза является большая круглая ручка с накаткой, что дает регулировку давления без усилий. Два направляющих ролика с канавкой для разреза вплотную к отбортовке. Удобная форма, малый рабочий радиус, работа в труднодоступных местах. А это легкий металлоискатель весом всего 725 грамм для начального уровня с широкими и мощными параметрами. Предназначен для поиска всех видов материалов на глубинах. Монеты до 13 сантиметров, а габаритные объекты до полуметра. А водонепроницаемая катушка позволяет вести поиск на мелководных участках или в лужах, погружая катушку до 40 сантиметров. Оборудован визуальной шкалой для точного определения цели и удобной работы в шумной среде. А разъем 3,5 мм даст вам возможность использовать наушники и сосредоточиться на поиске. Есть индикатор оповещения о низком заряде, который всегда вовремя напомнит о необходимости сменить батарею. Регулируемый шток с лопаткой можно удобно выставить по длине от 0,8 до 1 метра под рост пользователя и условий поиска. Твердосплавные коронки по металлу. Предназначены они для сверления отверстий в таких материалах, как металл, оргстекло, чугун, нержавеющей стали, ДСП, дерево, ламината и многого другого. Сверло удаляет материал по периферии отверстия, оставляя материал в центре, который при сверлении насквозь удаляется в виде пробки. Корончатые сверла – альтернатива менее эффективным и более дорогим и медленным спиральным сверлам. Корончатые сверла очень похожи на кольцевые пилы, разница лишь в материале. Коронка оснащена направляющим сверлом, что гарантирует точность во время сверления. После каждого товара я буду показывать вам интересные комментарии, думаю, что будет полезно. Кстати, в конце видео будет конкурс, участвуйте! Хорошо зарекомендовавший себя пеногенератор с более удобным использованием и меньшим расходом химии для еще лучшей пены. Основной проблемой компактных моек высокого давления является низкокачественная пенная насадка, идущая в комплекте. Это касается как дешевых китайских устройств, так и более дорогих моделей Керхер. Данная пенная насадка позволяет добиться хорошего вспенивания, подаваемой через нее жидкости. Регулировка ширины распыления осуществляется с помощью оборотной ручки, изменяющей положение размещенных внутри двух металлических пластин. Кран, размещенный вверху, регулирует подачу воды. Емкость изготовлена из качественного матва-пластика. На боку есть маркировка до 900 мл. В комплекте есть сменная резьбовая втулка с меньшим диаметром входного отверстия 1,1 мм для подключения к мойкам с меньшей мощностью. Набор из 8 прецизионных плоскогубцев предназначен для профессионального использования в слаботочных системах. Высокая прочность и эргономичность позволяют использовать каждый инструмент из набора с максимальной эффективностью. Предоставленный набор мини-инструментов поможет при выполнении задач и профессионалам, и домашним мастерам. Состоит из 8 предметов, все составляющие выполнены из стали, которые обеспечивают высокое качество работ и продолжительный срок службы. Винтовой конусный дровокол под дрель или перфоратор. Принцип его работы основан на возможности шурупа легко вкручиваться в деревянную поверхность и конуса постепенно раздвигать волокна деревянной колоды. Такая штука, я думаю, в хозяйстве пригодится, если у вас дом, так точно. Портативный паяльник на 60 ватт, который можно запитать от обычного блока питания, зарядного устройства или пауэрбанка с поддержкой PD, а также аккумулятора. Использует такой паяльник жало серии TS. Работает в диапазоне от 8 до 24 вольт. При максимальном напряжении действительно жрет 60 ватт. Греется при этом до 300 градусов за 15 секунд. Разъем питания Type-C. Есть настраиваемый таймер сна, автовыключение, настройка компенсации температуры, термоконтроль адекватный. После нагрева поддерживает заданную температуру на небольшой мощности. В общем, годная модель за такие деньги. После 11.11 сделаю обзор с тестом этого паяльника. Он уже ждет своего обзора. Набор для ремонта ламината. Перестановка мебели и когти домашних животных – вот две основные причины, которые приводят к повреждению покрытия пола. Когда речь идет о ламинате, мелкий ремонт можно организовать собственными силами. Именно для этого предназначен данный набор. Внутри пластикового кейса с защелками здесь помещены 11 брусков воска, которые отличаются друг от друга по цвету, а также паяльник для их нанесения. Ремонт заключается в плавке воска с помощью паяльника и заливке получившейся массы трещин в полу. После этого воск достаточно разгладить, чтобы поверхность оставалась гладкой. Скрипки, а также салфетки для обезжиривания поверхности тоже входят в состав набора. Автомойка с насосом работает от бортовой сети автомобиля. Это означает, что мойкой можно пользоваться в условиях буквально полного отсутствия электричества. Благодаря двойному насосу давление водной струи достигает 8,4 атмосферы. Конечно, это не аппарат высокого давления, но такого давления вполне хватит для контактной мойки автомобиля. Еще одним неоспоримым преимуществом является независимость от водопроводной сети. Насос забирает воду из любой емкости, будь то канистра или ведро. Благодаря шлангу длиной 8 метров, ею удобно мыть машину, не перенося минимойку с места на место. Пистолет имеет широкий диапазон регулировки от распыления до струи. Всасываемый шланг имеет в конце сетчатый фильтр, поэтому можно не волноваться, что в насос попадут посторонние частицы. В случае прекращения забора воды насос прекращает нагнетание. Мотор-колесо. Можно закрепить его на обычной строительной тачке и радоваться работе. Ведь, как многие знают, не понаслышке толкать загруженную тачку ой как нелегко, но с таким колесиком усилий вам понадобится минимум и заезжает она даже в гору. Девайс, конечно, очень крутой и полезный, но за такие деньги можно АКУ купить и на ней кирпичи, либо песок возить. Вы как считаете? Ручная ленточная пила. Это переносной инструмент с питанием от розетки. У инструмента сбалансированная конструкция, удобная рукоятка и великолепные рабочие показатели. Плавный пуск и регулятор скорости делают эту пилу максимально комфортной в работе. Довольно интересный и полезный в работе инструмент и он имеет большие преимущества над сабельной пилой. Честно говоря, вижу такую ручную ленту впервые в жизни. Принтер для печати на стенах. Никогда про такой инструмент не слыхал, а вы? С его помощью можно напечатать прям большущие изображения. Принтер справляется с шероховатой стеной и даже с кирпичной кладкой. А вот стеклянные, лакированные и глянцевые поверхности ему не под силу. Такой монстр применяет специальные чернила, устойчивые к воздействию окружающей среды, в том числе и воды. Изображение со временем станет блеклым только из-за прямых солнечных лучей. Цена конечно космическая, но как бизнес идея вариант очень интересный. Бокс для хранения элементов питания со встроенным тестером. Огромное количество приборов работает от батареек и аккумуляторов, а у любителей создавать всевозможные электронные самоделки такие элементы питания могут накапливаться в действительно большом количестве. И дабы они не находились в творческом беспорядке, а также были всегда под рукой. Имеет смысл приобрести специальный бокс для их хранения. Важной особенностью такого органайзера являются наличие идущего в комплекте съемного тестера, позволяющего тут же проверить работоспособность необходимого элемента. Фильтр с автозатемнением для сварочной маски. При помощи данного фильтра обычная сварочная маска без труда превращается в полноценную маску хамелеон при значительно меньших затратах. Размер фильтра позволяет без каких-либо доработок устанавливать его в обычные сварочные маски с такими же размерами фильтров. Модернизация заключается в простой замене обычного затемненного стекла на данный светофильтр. Прозрачное стекло остается, так как оно выполняет защиту светофильтра от сварочных брызг. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора 600 мАч и солнечной батареи, которая расположена на лицевой стороне. Устройство оснащено двумя чувствительными датчиками, обеспечивающие надежную работу устройства. Поликристаллические солнечные элементы отлично подойдут для сборки панели самодельных солнечных батарей. В комплект входит 10 высокоэффективных солнечных элементов, каждый из которых при хорошем освещении может достигать мощности до 4 Вт и выдавать напряжение в 0,5 В. Максимальная сила тока 8,2 А. Самодельную солнечную батарею можно использовать на даче или за городом, как источник питания для зарядки ноутбука или телефона. Также с их помощью можно организовать уличное освещение дачного участка. Высоковольтный преобразователь. Этот компактный цилиндрический преобразователь способен выдавать до 400 кВт. Его можно взять за основу шокового устройства для отпугивания собак или людей. Также на основе этого модуля возможно создание компактной электронной зажигалки, которые сейчас очень популярны. Этот повышающий преобразователь способен пробивать до 20 мм воздуха, что согласитесь немало. Потребление тока достаточно велико, может доходить до нескольких ампер, так что запаситесь мощным источником энергии. Набор для восстановления резьбы. Поможет вам без особого труда восстановить внутреннюю метрическую резьбу в таких ситуациях, когда рассверлить отверстие и нарезать новое резьбовое отверстие большого диаметра не представляется возможным. Такое приспособление куда более выгодно в сравнении с наборами, представленными на российском рынке, так как цены на фирменные аналоги значительно выше, что, судя по отзывам, далеко не всегда оправдано к качествам инструмента. Кроме того, в случае, если резьбовые вставки закончатся, вы также без труда сможете их приобрести на Алиэкспресс. Настольных тисков на вакуумной присоске. Иногда при проведении различных работ очень требуется третья рука, но в силу определенных обстоятельств ее нет. Однако существует множество приспособлений для решения этой проблемы. В частности, для проведения работ с небольшими предметами подойдут обычные слесарные тиски. Предназначены они для зажима деталей в положении, обеспечивающем удобство при их обработке. Компактны в хранении, удобны в использовании, оснащены присоской для быстрого крепления к ровной поверхности. Угол поворота 360 градусов, угол наклона 90, ширина губок 70 миллиметров, материал алюминий, сталь, резина, рабочий ход 70 миллиметров. Сантехнический ключ для труднодоступных мест, который также пригодится при других ремонтных работах в доме. Комплект предназначен для монтажа шлангов, подачи горячей и холодной воды, резьбовых фитингов и кранов. Основной элемент в нем рукоятка в виде продолговатого захвата с двумя рабочими концами. Разрез вдоль пластикового корпуса служит для того, чтобы закручиваемые трубки свободно помещались внутрь и не мешали работе. В комплекте к рукоятке поставляются специальные вставки для выполнения разнообразных операций. Так, для обхвата различных гаек предусмотрен фигурный сердечник, вставляемый в корпус инструмента. Автономный паяльник-горелка на жиженом газе мощностью до 100 Вт. Газовый паяльник незаменим для монтажных работ на объектах, где отсутствует электроснабжение, либо неудобно работать паяльником со шнуром, монтаж сигнализации и видеонаблюдение, автосервис, установка и ремонт световой рекламы и тому подобное. Температура жала регулируется посредством ограничения подачи газа. Клапан подачи газа, он же выключатель и регулятор совмещены. Резервуар для газа из толстого прочного пластика емкостью 26 мл. Жала имеет камеру сгорания с сетчатым катализатором. Отдельным выделю в наборе пенорезку. Редкая и полезная насадка. Можно формовать пенопласт и подобные материалы. А вот лопаточка из комплекта совсем узкоспециализированная насадка, предназначенная для бесконтактного прогрева материала, например, термоусадочные трубки. Краскопульт с двойным распылителем. Когда времени совсем нет, объемы покрасочных работ велики, а сроки поджимают. Можно использовать краскопульт с двойным распылителем. Этот краскопульт покрывает в два раза больше площади, чем обычный краскопульт за то же время. Таким образом, вы сможете закончить работу значительно быстрее. Это отличное решение для строителей, дачников или людей, которые любят заниматься своим домом самостоятельно. Настольный лобзиковый станок. Инструмент очень полезный в домашней мастерской. Станок универсальный и легкий. Подойдет для работы с любыми материалами, такими как металл, дерево, керамическая плитка, пластик и другое. Смена лезвий занимает всего несколько секунд, поэтому можно быстро перейти от резка керамической плитки для ванной комнаты, к резке дерева для создания самодельной рамки для фотографии или чего-то другого. Станок может похвастаться небольшим и компактным размером. Также он имеет большой защитный кожух для комфортной и безопасной работы. Встроенный отсек для хранения вмещает лезвия и аксессуары, а встроенная настольная рукоятка делает пилу универсальной, которую можно применить где угодно. Потребляемая мощность 650 ватт. Максимальная толщина при распиле дерева 40 миллиметров. Максимальная толщина при распиле труб ПВХ и пластика 30 миллиметров. Алюминия 10, стали 3 миллиметра и керамики 10 миллиметров. Вес танка 6 килограмм 700 грамм. Т-образный шаблон для сверления отверстий под мебельную фурнитуру, оснащенный линейками с метрической шкалой и удобными кондукторами для сверления. С этим шаблоном нет необходимости делать постоянные замеры и разметку при сверлении присадочных отверстий. Данный шаблон позволяет сверлить отверстия точно с высоким качеством. Очень удобен и полезен при изготовлении корпусной мебели. Применяется для сверления присадочных отверстий для установки ручек дверей и ящиков, держателей полок, мебельных петель, направляющих ящиков и других операций. Диаметр отверстия 5 миллиметров. Минимальное расстояние между отверстиями 30 миллиметров. Изготовлен из стали, алюминия и ударопорочного пластика. В комплекте поставляется чехол для транспортировки. Небольшой индукционный нагреватель. Это универсальное приспособление для быстрого разогрева различных металлических поверхностей без использования открытого огня. Индукционный нагрев это метод бесконтактного нагрева электропроводящих материалов токами высокой частоты и большой величины. Принцип индукционного нагрева заключается в преобразовании энергии электромагнитного поля, поглощаемой электропроводным нагреваемым объектом в тепловую энергию. Такой нагреватель можно применить к ржавым или устаревшим крепежным деталям, которые вы хотите удалить. Выпрямить небольшие дефекты вмятины, не нарушив покрасочный слой автомобиля. При термической обработке металлических деталей, закалке, отпуске, нормализации. При горячей посадке подшипников. Удаление ржавчины из металла и предотвращение ее шелушения. Да и вообще, к такому нагревателю можно найти целую кучу применений. Электронный измеритель высоты. Небольшая электронная индикаторная стойка, позволяющая производить измерения высоты или глубины в диапазоне от минус 55 до 80 миллиметров. Имея достаточно компактные размеры, прибор оснащен хорошо читаемым жидкокристаллическим дисплеем, щеткой и крупной цифровой индикацией. Корпус индикатора изготовлен из жесткого пластика, а стальная линейка имеет шкалу в миллиметрах и дюймах. Ножки оснащены магнитами для лучшего крепления к стальным столам. Основные функциональные особенности прибора. Измерение в горизонтальной и вертикальной плоскостях, быстрая и легкая установка глубины фрезерования на фрезерном столе, метрическая и дюймовая цифровая индикация и измерительные шкалы, винт для фиксации нужного размера и автоматическое отключение. Мини стамеска, работающая от дрели. Электростамески нередко применяют стойлеры и плотники, например для снятия полов, срезания пазов и других операций. Используют электростамески для линогравюры, обработки пластмасс, резьбы по камню и работы с другими материалами. При этом важно, чтобы металлические насадки были предназначены для обработки такого вида материала, иначе они могут просто сломаться. В комплект входит 5 хорошо заточенных резцов, а сама стамеска подключается к дрели патрона и работает от его оборотов. Часто электростамеску используют для выполнения черновой работы, добиваясь окончательного необходимого результата при помощи обычного ручного инструмента вроде стамесок и долот. Магнитный держатель для инструмента. Предназначен для компактного и удобного хранения различных инструментов и железосодержащих деталей. Держатель обладает компактными размерами и удобен при монтаже. Поможет не только существенно освободить пространство, но и организовать порядок на рабочем месте. Его можно прикрутить к стене, к верстаку, к двери, к столу, в кладовой или внутри шкафа. Вещь действительно очень полезная, я-то знаю. И как раз заказал себе в мастерскую несколько штук. Вот столько интересного и прикольного я насобирал для вас в этом видео. Как думаете, что пригодится именно вам? Я бы ручную ленточную пилу хотел заиметь, но жаль средств, болгаркой обойдусь. А вы напишите, что вам приглянулось. Всех с праздниками, будьте мне здоровы и скоро увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok